Как уберечься от опасности или даже беды? На межрегиональной конференции обсуждают интернет-гигиену и кибер-этикет. 200 ребят из 14 регионов при Волжье. Ульяновцы приняли участие в интеллектуальной олимпиаде в Саранске. Яркие лестницы, светлые процедурные, игровые уголки и детские поликлиники продолжают модернизировать. Проблема многосложная. Ее невозможно решить только врачами, только врачами. Только врачами психологами, только юристами или кем-то другим. Это действительно вызов всему обществу. Это должны решать и волонтеры, общественная организация, родительское сообщество, педагоги, психологи. Мы все должны объединиться. На форуме федеральные эксперты озвучат технологии противодействия киберугрозам, а также познакомят участников с уже существующими ресурсами для работы с детьми. Напомню, сейчас в регионе проходит целый комплекс мероприятий. В работу уже включились правоохранительные органы, родители, молодежные объединения и, конечно, педагоги. К слову, для последних в региональном правительстве уже разрабатывают дополнительные форумы по повышению квалификации, чтобы учителя смогли адекватно реагировать на вызовы современного интернета. С родителями во всех школах проведены тематические собрания. Наш анализ показывает, что родители совершенно не понимают, как фактор угрозы, не понимают своих деятельностей, не понимают своих ресурсов. И мы сегодня и завтра будем давать конкретные инструменты, как просвещать родителей. Конференция ставит своей задачей разработку методических рекомендаций и посылов ко всем структурам и уровням власти, ко всем органам управления образованием всех уровней, ко всем уровням общественного движения. Работа педагогических площадок продолжится и завтра. Конференция рассчитана на два дня, но ее результаты по решению вопросов информационной безопасности распространят во всех муниципалитетах. В Ульяновской области продолжается внедрение нового стандарта в работу детских поликлиник. Процесс полным ходом идет в Заволжском районе. Закончен ремонт на нижней террасе. Но главное внимание уделяется подразделениям детской городской клинической больницы Ульяновска, так как на сегодня она обслуживает 75% малышей города. Подробности далее. Яркие светлые лестничные пролеты, отремонтированные процедурные кабинеты. В детской поликлинике на Камышинской 39 вовсю внедряется новый стандарт. Это только начало, говорит главный врач Рашид Абдулов. Планка задана самая высокая. Безбарьерная среда, центральное кондиционирование воздуха, принтованная одежда медсестер. И это будет во всех подразделениях детской городской клинической больницы. Изменение отношения самих наших медицинских работников к пациентам, когда действительно взаимное доверительное отношение. Мы пересматриваем уже работу регистратуры. Это создание зоны рецепшн, отдельный колл-центр, отдельная карта хранилища. Тут тот комплекс, который позволит действительно отрабатывать новый алгоритм общения между родителями и медицинскими работниками. Прямое общение с родителями уже внедрено в полной мере филиале на генерала Мельникова. Регистратуру открытого типа карточки администраторы приносят сразу на прием. Забота о пациентах налицо, говорят родители. Также у нас есть школа семинаров, где непосредственно врачи проводят с нами беседы, отвечают на наши вопросы. Еще у нас есть вайбер, в котором мы задаем вопросы нашим врачам, они нам отвечают. Есть группа ВКонтакте. То есть мы постоянно под наблюдением, какие возникают проблемы, решаются они быстро и мгновенно. Вообще это отделение – яркий пример внедрения нового стандарта. Просторные коридоры, красочное оформление, детские игровые, телевизоры с отечественными мультфильмами. Игровые площадки для детей, и телевизоры с мультиками, и колясочные хорошие, удобно. Ну вот даже вчера приходили сдавать кровь с детьми. Очень удобно то, что мы мультиками отвлекали детей, и, конечно, намного комфортнее. Плюс ко всему филиал позволил существенно разгрузить поликлинику на Камышинской. Взяв на себя обслуживание жителей нового микрорайона Юго-Запад. За год работы поликлинику номер 9 уже посетили 45 тысяч раз. Ирина Силкина, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Кто учинил захват дома? Как в блокбастерах жильцы заводского проезда 29 грудью встают на защиту своей многоэтажки. Они утверждают, что их насильно пытаются перевести в другую управляющую компанию. У второй стороны конфликта свои аргументы. Кто прав, разбирался наш корреспондент. Когда я стояла на обороне подъезда, и две женщины рвались, я их не пускала. А потом я услышала в свой адрес, что я быдло. Так они приехали к быдлу. Вот весь народ, который здесь стоит, вы быдло, оказывается. И они хотят, чтобы мы пошли в их компанию. Да ни в коем случае. Вот такие приветствия сыпались в адрес жильцов дома номер 29 по проезду заводскому. По словам горожан, к ним пожаловали незваные гости от управляющей компании, которая хочет перевести это многоквартирное здание под свое крыло. Сам дом – лакомый кусочек, вторят жильцы. Платят исправно, есть спецсчет. Внутри чисто и уютно. Трубы поменяли, в подъездах чисто, в подъездах ни один ремонт делают почти, чуть ли не три года, четыре, каждый регулярно. В подъездах у нас очень чисто сейчас. У нас, значит, есть спецсчет на капитальный ремонт. Мы уже в этом году отремонтировали трубы в подвале. По-видимому, их это очень привлекает, что и денежки есть, потому что на других домах, на спецсчетах, деньги не поступили еще. У нового председателя Совета дома несколько иное мнение. Речь о смене управляющей компании зашла не случайно. Завышенная плата за ОДН – одна из причин, поясняет он. Во-первых, у нас разрегулированы по этажам системы отопления, отсутствуют регулировочные краны, и эта ситуация уже 12 лет длится. То есть переплата, она все 12 лет, чтобы была, с этой управляющей компанией, так и длится. А второе – отсутствие погодного регулирования, соответственно, с инструкцией госстроя. У нас по половине дома нет отмостки. Просто нет там грунта. Счета приходят действительно немаленькие, соглашаются жители. Но все это только на благо родного дома. Платить не отказываются. А вот почему нам навязывают эту компанию? Мы не хотим! Мы не хотим! Выбор за жильцами. Только их голоса решат, какая управляющая компания возьмется за их дом. Я теперь уже лично буду ходить не из жителей дома, да, я буду лично сам заходить в каждый подъезд. И если мне эта инициативная группа будет препятствовать, я буду вызывать милицию. Недавняя стычка уже зафиксирована в полиции. Инициативная группа написала заявление. При этом, по словам председателя дома, зайти в подъезд они действительно пытались с представителями, претендующей на дом управляющей компании и с собственниками жилья. Представители же инициативной группы утверждают обратное. Мы встали вдвоем у дверей пятого подъезда. Подходит два младых человека. У одного в руках, значит, бумага, у другого у него в руках билетне эти. Трясут этой бумажкой и отталкивают. Натуральным образом, прям вот берут за руку и отводят. Я говорю, вы здесь не живете. Если вам нужно войти, значит, вы приглашаете кого-то из наших жителей, и они с вами пройдут. И уже тут где-то уже до кулачных боев почти не дошло. Ну, в общем, Чикаго было, только не стреляли в нас. Такие наезды вынуждают людей обороняться. И только голосование за ту или иную управляющую компанию расставит все на свои места. Его окончание состоится 28 марта. Мария Сафронова, Сергей Свешников, Весть Ульяновск. В Мордовском государственном университете имени Огарева в Саранске прошла интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди студентов IQPFO. В этом году за звание лучшего интеллектуала боролись больше 200 ребят из 14 регионов Приволжья, в том числе из Ульяновской области. Мы, ну, опять, как и в прошлом году, выиграли региональный этап по игре «Что, где, когда». И достойность чести предоставляется Ульяновск область на данной олимпиаде. В игре «Что, где, когда», как известно, все зависит только от тебя и от настроек команды. И поэтому мы выросли в интеллектуальном плане с прошлым годом. Стали еще дружнее, сплоченнее. И, я думаю, повысили свои сеансы на победу. Оценивали знания студентов свыше 70 экспертов и гостей. В сборной команды попали самые эрудированные представители молодежи, победители внутривузовских и региональных олимпиад. В программу окружного этапа вошло несколько направлений. Парламентские дебаты, игра «Что, где, когда», спортивное программирование. И впервые робототехника. Мы приняли решение добавить еще одну номинацию. У нас урок техники, в этом году дети, в номинации 5. Средства молодежи, средства подрастающего поколения. И поэтому ребят с удовольствием участвуют, конструируют, но тем более соревнуются по данным направлениям. Участникам предстояло показать эрудицию в разных отраслях науки, культуры, политики и спорта, а также в решении нестандартных, а эгоритмических задач. По итогам всех состязаний в общекомандном зачете первое место заняли ребята из Мордовии, второе у делегатов из Удмуртии и третье у представителей Башкортостана. Выставка «Время. Стиль образ» открылась в Ульяновском дворце книги. Автор работ Владимир Нагорнов – один из самых ярких современных скульпторов Чувашской республики. В своих произведениях он реализовал монументальные замыслы, создал скульптурные рельефные композиции и целую галерею портретов. Выставку автор приурочил к своему 60-летию. Здесь представлены работы разных лет. Это моя жизнь. Я этим живу. И в принципе, ну как сказать, вот то, что я делал, хорошо ли, плохо, это все мое. Ну я как-то, конечно, на протяжении, по прошествии времени я, конечно же, анализирую. Ну вот, что-то, может быть, немножко изменил бы, что-то, может быть, и оставил бы так же. Но это все мое. Коллеги Владимира Нагорнова говорят, что секрет успеха скульптора – это высокий профессионализм и мастерство, которые позволяют ему осуществлять самые грандиозные проекты. Выставка продлится до 17 апреля. Весенний пейзаж кончиками пальцев ноги. В больших ключищах в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями восхождения мастер-класс по живописи дал, пожалуй, самый необычный художник Ульяновской области. Старательно подбирает цвет и выводит линии на необычном уроке живописи Игорь Миронов. Парень увлекается спортом. Рисование, признается он, это хобби, на которое часто не хватает времени. Я вообще люблю рисовать, но сегодня я пришел сюда, вот, рисуем. И, смотря на Таню, в жизни можно всего добиться, если ты этого захочешь. Вот она захотела рисовать, она вот хорошо рисует. Я так-то спортсмен, ну, я занимаюсь борьбой. У меня, ну, я этого хочу, у меня это получается. И невозможное возможно, яркое тому подтверждение судьба и творчество Татьяны Федоровичевой. Создавать шедевр на бумаге, держа кисть пальцами ног, юная художница из Кузоватовского района начала еще в 5 лет. Сейчас Татьяне 17. Она мечтает успешно закончить школу, стать педагогом по изобразительному искусству или иллюстратором. А еще сделать этот мир чуточку прекраснее. Я считаю, что каждый должен делиться тем, что умеет. И поэтому я решила, ну, показывать мастер-классы. А я думаю, что это им даст, ну, наверное, больше опыта и, как бы, так сказать, ну, интересно, наверное, к живописи и к рисованию. Может, найдет кто-нибудь свое дело в рисовании. Творить добро и создавать прекрасное своими руками с такой целью в реабилитационный центр прибыла и бригада волонтеров из Ульяновской школы номер 10. Вот уже полгода, как юные добровольцы под руководством многодетной мамы Эльвира Вервейн взяли шефство над детьми со сложной судьбой. Устраивают праздники мастер-классы по витражной росписи, докупажу и оригами. На этот раз решили помочь не только воспитанникам центра, но и Татьяне. Вот благодаря этому движению дети, как бы, становятся добрее, вот, они помогают, учатся помогать, у них ответственность какая-то появляется, нравственное воспитание. Руководство учреждения такой помощи безмерно благодарны. Хорошо, что у нас в учреждении есть профессионал, но здорово, когда есть добровольцы, волонтеры, которые приносят с собой вот такое хорошее отношение. Это и милосердие, это доброта, это толерантность. Ребята меняются, меняется их душевное состояние. Даже одна встреча меняет многое. После того, как мы с ребятами общаемся, после вот таких вот мастер-классов, они говорят о том, что да, действительно, мир многогранен. И каждый человек может найти себя в этом сложном и многогранном мире. Спустя всего 40 минут меняются и белые бумажные холсты юных художников. Они расцветают весенними красками, а из-под снега пробивается первая зелень. Словно подтверждение тому, что с каждой минутой мир этих детей действительно становится прекрасным. А значит, урок прошел не зря. Мария Пугачева, Елена Тимонина, Алексей Прохоров. Вести Ульяновск. Из Ульяновского района. И на этом эфир программы Вести Ульяновск завершается. Следующий выпуск смотрите в 18 часов 20 минут. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Сейчас в Ульяновске 2 градуса мороза. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 64%. Ветер восточный 5 метров в секунду.